итак давайте плавно перейдем к теме вопросов на ответы у меня было еще три вопроса от подписчиков и я думаю что не будет лишним на них сейчас ответить учитывая что видео такое болтологическое а вопросы довольно таки вместительные я себе записала первый вопрос от канала трех пути и вопрос дословно не помню но помню что задавался были ли у тебя покупки из китая с приключениями до их достаточно много из ну таких вот из таких покупок которые приходят первым делом вообще в голову это я с ибо не то чтобы покупала я участвовал в торгах продавали ситечка для отделки для отделения белка от желтка и там что-то порядка 10 центов стояла цена я поставила даже не 10 10 центов в районе 8 центов стояла цена я поставила 10 центов и забыла вообще про это дело вот где-то через месяц мне приходит посылка с двумя то есть даже не одно а два ситечка для отделения белка от желтка я вообще как бы в шоке что это такое я не заказывала я не покупала я не оплачивала вот в общем в итоге оказалось что я выиграла в торгах но мне пришли эти ситечки бесплатно поскольку я за них так и не заплатила я их не покупала я всего лишь выиграла в торгах и все то есть фактически я их не оплачивала но поскольку китай мне их подарил то спасибо большое итак это была первая покупка даже не покупка а такая такой подарок от китая вторая покупка которая приходит на ум это я покупала не помню точно с ибэй или с алиэкспресс по моему с ибэй тоже в категории торгов я ну я за них заплатила за эту покупку заплатила я покупала такую форму для создания котлет с начинкой купила и забыла то есть я больше больше наверное трех лет то есть я получила посылку распаковала куда то положила думаю сейчас вот будет случай я попробую но так и не попробовала и забыла и в общем то до сих пор у меня эта форма лежит и никогда не использовалась если интересно кстати я сниму видео попробуем вместе с вами сделать котлеты с начинкой в нашей местности это называется заразы собственно в этой форме попробовать сделать если интересно пишите обязательно с вами попробуем эту форму потому что я ее купила и совершенно не забыла наверное ну я вот говорю я не знаю года три наверное прошло и буквально я уже переехала и при распаковке каких-то вещей я нашла эту форму и такая вау у меня оказывается есть форма для создания котлет с начинкой она стоила что-то порядка 75 рублей мне и в общем то я так ей не воспользовалась было просто интересно возможно ли такое сделать вообще посредством какой-то формы специальной либо это лепить вручную ну я именно за этим и заказывала на тот момент она стоила где-то порядка 70 рублей вот и еще один у меня был заказ довольно интересный я заказывала это по-моему сто процентов с ebay возможно что какой-то еще другой сайт но не алиэкспресс какой-то другой китайский сайт я заказывала игровую мышь в подарок вот и мне пришла мышь то есть я за нее заплатила где-то порядка двух с половиной тысяч за эту мышь мне пришла мышь и на современных windows 7 она не работала то есть ну конкретно на моем компьютере где windows 7 расширенная версия мышь как бы при подключении к компьютеру она компьютер ее видел как некое внешнее устройство но она не работала при этом то есть при движении она не отображалась на экране и так далее никаких действий ей невозможно было совершить то есть она только мигала разными цветами разным цветом лампочек и отображалась курсором на экране но при этом не двигалась вот и после чего мне вернули полную стоимость за эту мышь и теперь у меня есть мышь и вернувшиеся ко мне две с половиной тысячи рублей но мышью я пользоваться не могу поскольку мой windows ее не воспринимает как внешнее устройство вот но на самом деле таких покупок довольно много то есть у меня были покупки которые не были мной оплачены но присылались мне посредством того что я выиграла в каких-то торгах также были посылки которые я лично заказывала но они мне чем-то не нравились не функционировали либо ну каким-то другим путем в общем то либо у меня не было такого что вот многие пишут снимают видео где посылки к ним не приходят в установленный срок там 60-70 дней не приходят они пишут возврат им возвращают деньги после этого приходят посылки у меня такого никогда не было вот но в принципе приключения с посылками были но такие самые яркие я рассказала если интересно еще какие посылки я получала абсолютно бесплатно выиграв в торгах или вот такие вот проблемные посылки которые мне не нравились и я просила возврат денег то пишите я обязательно расскажу о них а сейчас перейдем ко второму вопросу после съемки видео о вопросах ответах уже по прошествии где-то двух недель и стали поступать новые вопросы что кстати мне довольно интересно вообще эта рубрика если вам вдруг хочется что-то о чем-то меня спросить то вы спрашивайте под любым видео я все вопросы записываю и обязательно буду снимать отдельные видео с ответами мне самой это довольно интересно поэтому задавайте вопросы и был вопрос один из вот таких вот Алина Филатова спрашивает самое интересное место где вы отдыхали на самом деле по сути я вообще нигде не отдыхала но если можно назвать отдыхом пленерные занятия то я назову город Каргополь по-моему его до сих пор нет на карте возможно он появился где-нибудь в Яндексе но насколько я знаю на карте его не печатают и то место где мы конкретно жили этого места на карте нету поселок Нян Дома он называется мы ездили туда на пленер с предподавателем по живописи и скульптуре это был по-моему третий или четвертый курс института в общем мы ездили туда рисовать заниматься живописью рисунком и в принципе посмотреть на без архитектуру русского севера созданную без единого гвоздя если комары если представится возможным если получится у меня при монтаже я вставлю фотографии с теми вот теми видами теми воспоминаниями которые я туда привезла в принципе это ни с чем не сравнится потому что даже не столько архитектура построена без единого гвоздя вот просто собранная деревянная архитектура да деревянные церкви деревянные дома собранные без единого гвоздя вот на самом деле без единого гвоздя не столько это завораживает сколько меня именно поразило как бы сказать одиночество что ли вот даже не уют а столько одиночества разных поселений в Архангельской области в городе Каргополь в области города Каргополя в его пригороде то есть есть такие деревни которые вообще не посещала цивилизация и мы были например на пленере деревня 20 домов из них наверное дома 4 или 5 жилые причем живут ну жили наверное уже потому что много лет прошло с тех пор уже такие в возрасте бабушки дедушки которым далеко за 70 за 80 и они единственные населяющие данную деревню то есть больше никого из жителей нету при этом какая-то цивилизация то есть те же магазины какая-то дорога это все находится в 20 километрах от этой деревни то есть по факту она находится в чистом поле вокруг лес и до нее просто пешком надо идти мы ехали на автобусе ну на таком на маленьком микроавтобусе просто по непересеченной местности непроложенной дороге протоптанной просто ногами и ну я вам скажу что это впечатляет когда ты выходишь в чисто поле в котором стоит деревянная церковь и в радиусе порядка 15-20 километров больше ничего нет только чистое поле и лес это очень круто это очень впечатляет и если кому-то когда-нибудь доведется такое увидеть то я вам пожелаю такое увидеть потому что это ни с чем не сравнится ни с какой за границей такие впечатления увидеть такие эмоции испытать когда ты вот просто на несколько километров в чистом поле ты один больше никого нету это удивительно ягодку ягодку и вот вечерей я вам скажу что сейчас 7 часов у нас я вообще начала это снимать видео где-то где-то часов наверное в 4 вечера ну в 4 пол пятого как-то я вот воодушевилась и захотелось мне поговорить с вами поговорить о разных вещах поделиться какими-то впечатлениями не знаю будет ли интересно опять же наверное придется это видео поделить на 2 а то может и на 3 части потому что не знаю сколько оно займет по видео по времени по количеству времени само видео но как-то вот это вот тема да вопрос был от Алины Филатовой где вы отдыхали вот этот вопрос он такой глубокий то есть по факту я нигде не отдыхала но рассказать где я бывала когда мы ездили на пленер на пленерной практики это ну много интересных мест которые многие люди наверное вообще не знают о существовании этих мест и поговорить об этих местах оставших вот Интересны мои впечатления. Вот конкретно поговорить о моих впечатлениях, о том, что вы можете там увидеть. Может быть, сейчас уже и не увидите, потому что с тех пор, как мы ездили, это было 2009 год. Сейчас, как вы понимаете, 2017-й, это 8 лет прошло. За 8 лет очень многое поменялось. И то, каким я видела тогда этот мир, который мы посетили, и какой он сейчас, я думаю, что очень многое поменялось. И если вам интересны мои впечатления, и если вам интересна такая тематика разговорная, просто не навязчивая, не постановочное видео, а вот просто я поставила камеру и решила с вами поболтать. Если вам вот это интересно, и интересно послушать то, как я куда-то ездила, какие впечатления, какие приключения были, чем мы там занимались в этой поездке. В принципе, вспомнить достаточно много можно, и очень много таких наивных, каких-то милых, таких нежных воспоминаний, при этом воспоминания, которые никогда не повторятся, потому что вряд ли я самостоятельно туда поеду, а поехать туда с тем же преподавателем живописи и скульптуры вряд ли получится. Да это, в принципе, невозможно, потому что, к сожалению, человек погиб в автокатастрофе. Если когда-нибудь мне доведется туда поехать снова самостоятельно, я обязательно с вами поделюсь этим. Мне бы хотелось снова туда поехать, потому что это как будто другая вселенная, даже не с точки зрения искусства. С точки зрения искусства это вообще другая планета, не то, что другая вселенная. Там совершенно другой менталитет, другие у меня мысли крутятся вокруг цен. То есть там совершенно такие цены, которых я никогда, я в жизни таких цен никогда не видела. Даже в Москве, когда все было доступно, таких цен не было. И вот к примеру, да, то есть такое отвлеченное лирическое отступление, да, когда мы ездили на год раньше в Переславль-Залевский даже. Это был, по-моему, 2005 год, мы ездили на практику. Такие цены, которые там, вроде бы, сколько, не буду врать, сколько километров от Москвы, но ехать порядка трех часов на автобусе недалеко. Ну, примерно столько же ехать, ехать, например, до Серпухова, куда я ездила по работе, брать интервью. Я уже рассказывала в каком-то из видео об этом. Ну, там тоже совершенно другая атмосфера. Вот, и когда мы ездили в Переславль, когда я впервые вообще прошлась по улице, у нас было свободные два часа, когда мы могли делать, что хотели. И когда я прошлась по улице, и мы покупали фрукты, покупали там какие-то изыски, там персики, абрикосы, яблоки, да, и такие цены. То есть у меня было с собой достаточно денег на тот момент, да, вот 2005 год, у меня было, ну, где-то порядка 500 рублей в кармане, да, и на эти 500 рублей, 500 рублей я купила килограмм яблок, килограмм персиков, килограмм огурцов, килограмм помидоров, килограмм, там, перца, килограмм абрикосов, килограмм вишни. Там, черешни, чего только не накупили. И у меня осталось еще 400 рублей с копейками с дачи. То есть я никогда не думала, что где-то есть место, где есть такие цены. Ну, такие впечатления, которые вы никогда не получите, поехав в Египет или в Израиль, или где вот сейчас модно отдыхать. В Турции, да, то есть вы, ну, я понимаю, что за границей она чем-то приманивает. Но наша Россия, она огромная, просто огромная. И объездить всю Россию и увидеть разные, совершенно разные области, где люди отличаются от людей, проживающих в крупных городах, это удивительно. Увидеть ту культуру, ту местность, тот менталитет, почувствовать это, прожить в этом, да хотя бы неделю. Это такое удивительное чувство, такое удивительное ощущение, которое не испытаешь, съездив в Турцию никогда. Если вам интересно, то спрашивайте, пишите в комментариях, и обязательно я что-нибудь на этот счет придумаю. Давайте, наверное, перейдем к последнему вопросу. Жанна Ёлка, привет тебе огромный. А то мы как-то последнее время очень редко списываемся в комментариях. «Работаешь ли ты?» Это очень интересный вопрос. Вот, к сожалению, ты профукала, скажем, русским народным языком, профукала конкурс с вопросами. Этот вопрос однозначно был бы выигрышным. Потому что он довольно интересный, как для меня, наверное, для вас тоже. Я себе тут сделала пометочку, что именно, потому что очень много... В общем, по порядку. Итак, заключающая тема нашего сегодняшнего, наверное, разговора. Долгосрочного и длительного. Это последний вопрос, который звучал от Жанны Ёлки. «Работаешь ли ты?» И, как я уже сказала, если бы он участвовал в конкурсе «Вопрос-ответ», он был бы выигрышным. Однозначно, потому что я, в принципе, не работаю. Как я уже неоднократно говорила в одном из своих предыдущих видео, которые были осенью прошлого года, и конкретно я видео не могу назвать, но я часто об этом говорила, что я не работаю, я хожу на биржу. На тот момент я ходила на биржу, но по стечению обстоятельств я прекратила хождение на биржу, потому что это не привело к тем результатам, которым я ожидала, что это приведет. Как вы можете себе представить, или как вы знаете, что такое может быть в теории, в народе биржа, в научном названии, я не помню, как это называется, но, в общем, биржа труда, она подыскивает человеку работу, и он либо соглашается на эту работу, либо нет. Я состояла на бирже примерно год за этот период времени. По нашему району биржа труда мне не подыскала ничего, соответствующее моему профилю, поэтому я отказалась от ее услуг. Там было, конечно, много оснований на то, чтобы отказаться, в принципе, от услуг биржи, но я не буду углубляться сейчас в это. Если вам интересно, я сниму отдельное видео, как работает биржа труда в Москве, но сейчас не буду в это углубляться, поскольку это вообще не имеет отношения к делу. И я себе написала такой, набросала списочек, который, работа, которой я занимаюсь в данный период времени, которая доставляет мне некий заработок, да, который я трачу либо на оплату того же интернета, чтобы снимать видео, выкладывать его и общаться с вами, либо на какой-то минимум, да, заработка, который приносит мне некое удовольствие, от которого мне, в принципе, достаточно. Вот. И, значит, кто входит в этот минимум заработка, вот так, в общих чертах, да? Первое. Это ремонт одежды на дому. То есть, соответственно, кто, может быть, не знал, кто, может быть, слышал, я упоминала об этом несколько раз, и, может быть, кто-то заинтересован в данной информации, кто тоже в Москве или в Подмосковье, обращайтесь, нет проблем. Я занимаюсь ремонтом одежды на дому, то есть, это ремонт совершенно любой сложности, это и укорачивание брюк, юбок, подгибка, ремонт замена молний, например, каких-то застежек, это также подгонка по фигуре, это также перекрой одежды, либо каких-то костюмов, платьев, которые, допустим, вы похудели, да, изменилась фигура, и вы хотите любимое платье перекроить по своей нынешней фигуре. Также, например, если вы имеете какой-то костюм из, скажем, 80-х, да, и хотите его перекроить по современному стилю, также обращайтесь, я совершенно нет проблем, это все сделаю, мы с вами все это согласуем, выезд, соответственно, бесплатно, также пенсионерам предоставляется 10% скидка, а если вы смотрите мои видео, и вы пенсионер, то вам еще 5% скидка сверху. Реклама такая вторая, чем я подрабатываю, да, то есть, помимо того, что я занимаюсь ремонтом одежды на дому, также я провожу пленерные занятия с детьми от 8 до 15 лет, если ребенок, если у вас есть внуки, дети, которые любят рисовать, у которых есть какой-то талант к рисованию, то я провожу пленерные занятия, но не в летний период, а вот в апрель-май и начало июня, но, как правило, апрель-май, то есть по будням, пленерные занятия, то есть это выездные занятия в какие-то парки, скверы, где мы проводим пленерные занятия по рисованию, с перспективой, по рисованию растений, каких-то архитектурных сооружений, то есть я учу детей, как правильно это делать, как рисовать правильно, как в черно-белом варианте, так и в цвете. Также у меня есть частные заказы, конкретно фриланс, по дизайну квартир и ландшафту. То есть, ну, пошло это все, естественно, по дачной стихии, то есть люди, ну, соседи, какие-то друзья знают, что я дизайнер, и обращаются с вопросом, там, распланировать участок, или, например, пристроить к дому в веранду, и как-то спланировать, как будет выход, например, из основного, из основной части дома на эту веранду, как ее спланировать так, чтобы она не казалась отдельным помещением, а была единым комплексом со всем домом. Вот, все это, соответственно, я делаю. Также пишу статьи в журналы по дизайну. Как вы знаете, я уже один раз снимала видео, где хвасталась статьей по дизайну дорожек, и вот также я пишу в другие журналы статьи, какие-то маленькие статьи по тому, как правильно сделать дорожку, как правильно сделать водоем, как правильно распланировать, ну, как, не то, что правильно распланировать, а как грамотно распланировать участок самостоятельно, без привлечения профессионального дизайнера, на которое требуются дополнительные средства. Поскольку этих средств может не быть у человека, как самостоятельно распланировать ту или иную вещь, чтобы сэкономить. Соответственно, пишу такие статьи. Следующая часть моего заработка – это творчество. Собственно, вы знаете, что я занимаюсь полимерной глиной, также я делаю украшения из других видов искусства, то есть это пирография, пирография по коже в частности. Также это вайр-врап, что называется плетение из проволоки. И все, что с этим связано, то есть украшения, какие-то колье, сережки, кольца, в том числе с проволокой, в том числе с кожей, и также с полимерной глиной. И вот недавно я увлеклась эпоксидной смолой. Также делаю украшения с эпоксидной смолой, и иногда эти украшения продаются. В последнее время не так часто, но раньше довольно-таки часто я участвовала в каких-то ярмарках по рукоделию и продавала свои изделия, соответственно. И также индивидуальные заказы по пошиву сценических костюмов. По работе в театре у меня есть знакомство, есть друзья, которые выступают, и они в частном порядке заказывают у меня костюмы индивидуально, по своим размерам, по своим каким-то индивидуальным запросам, которые я никогда нигде не повторяю, потому что это лично вещи артиста. Вот, но какие-то индивидуальные заказы, в общем. Также я занимаюсь еще креативным дизайном одежды, что называется креативным дизайном. Например, вы имеете пальто, ну, к примеру, пальто. Пальто просто обожаете, классическое пальто, полупритайленное, с поясом, например. Но так случилось, что вы где-то куда-то прислонились, куда-то присели, и пальто испорчено. И вы не знаете, как бы, что делать. То есть, например, вы... Вроде как выбросить жалко, потому что пальто любимое, но в то же время вы хотите в нем дальше ходить, но не знаете как. Так, обращайтесь, мы вместе с вами его исправим, и вы будете ходить в нем еще много-много лет. Что такое креативный дизайн? Это что-то необычное, что-то изрядово выходящее, неординарное, и в то же время это модно и популярно. Я это делаю на дому. Вот, собственно, и все. Ну, на самом деле, еще очень много вариантов, где я подрабатываю каким-то образом, но вот основные деятельности вот такие вот. Пока что так, потому что основную работу найти довольно сложно, если по профессии, то требует опыт работы, который я, в принципе, нигде приобрести не могу, потому что, по сути, после института я нигде официально не работала. Вот. И поскольку опыта работы у меня, опыта работы нету, то вот как-то приходится выкручиваться вот так вот. Так что, если у вас есть любимые вещи, которые вы хотите изменить по современному стилю и продолжать в них ходить, то обращайтесь обязательно ко мне. И если также у вас есть маленькие дети, внуки, племянники, дети, то также обращайтесь я научу их правильно рисовать. Пока.